Вот такие вопросы. Скажите, как избавиться от страха? Здравствуйте! Как быть, если муж считает, что славянская традиция — это секта? И там, конечно, у нас очень часто происходят чудеса. Кем вы? Отличайтесь от других славянских форумов. Мне ещё пришёл один вопрос. Заходите, участвуйте, ставьте лайки. Я не понимаю, в прямом ли я эфире, люди добрые. Мы сообщаем вашим подсвечникам, что вы вышли в прямой эфир. Всё прекрасно, только я первый раз, люди добрые, в прямом эфире. И как его ещё сделать совместным, я даже не понимаю. Вот, может быть, нажать на эту кнопочку. Как-то непонятно. Дорогие друзья, я понимаю, что эфир идёт. Это единственное, что я немножко понимаю. И я даже... Ура, ура! Валерий Владимирович, мы в прямом эфире. Я разобрался. Я разобрался. Это очень ненавидно. Интересная и увлекательная задача. Всем здравия. Я уже вижу, в прямом эфире подсоединяются, подсоединяются. Здравия всем. Мы очень рады. Всех приветствуем. Всем здравия. Всем всех благ. Сегодня мы поговорим о нашем открытом Славянском университете. Также мы пообщаемся по ответам на те вопросы, которые вы, дорогие наши родичи, прислали. И вот Валерий Владимирович в прямом эфире, наш доктор Синельников, я, Кот Баюн. Мы как раз-таки являемся организаторами данного мероприятия, и поэтому, конечно, целиком, полностью можем ответить на все ваши вопросы. Валерий Владимирович, что бы вы хотели сказать? Так, ну я думаю, надо приступить напрямую уже к ответу на вопросы. Давайте. Или сначала мы расскажем вообще мероприятие. Давайте расскажем. Мы уже на протяжении нескольких лет, каждый год в нашем учебно-оздоровительном и этнокультурном центре «Светоч», который находится в Крыму, между Лучшей и Судаком, мы ежегодно проводим открытый славянский университет, куда приезжает, прежде всего приезжает Колосвет, этнокультурный центр «Колосвет». И я думаю, Володя подробнее расскажет о том, в каком составе в этом году приедет этнокультурный центр «Колосвет» и группа «Слава». Я могу, как организатор, сказать этого мероприятия, с организатором, что мы предоставляем пространство нашего центра «Центра «Светоч» для проведения такого ежегодного мероприятия. А Володя подробнее расскажет о том, что там в этом году у нас будет. Действительно, те мероприятия, которые проводятся на нашем семье, возрождение родной культуры, сохранение рода, укрепление семьи, воспитание наших детей, внуков в традиции поколений, которые всегда воспитывались именно на основе богатейшего опыта Руси, на основе богатейшей нашей культуры, которая уходит своими корнями в седую древность, когда мировоззрением наших предков было, конечно же, единая жизнь, единой живой Вселенной, исследование законом Рита, законом ритма этой космической гармонии. Можно сказать, что наш университет — это время, когда люди начинают включаться в эту традицию. И делаем мы это с первого дня, с первой минуты и с первого утра. То есть каждое утро в пять часов утра мы пробуждаемся под звуком, настраиваемся на лад каждого дня. Валерий Владимирович читает мантру, заговор именно, который вводит всех присутствующих в состоянии гармонии, в состояние именно блага ко всему миру. И таким образом, когда выходит солнце, мы уже все поём славицу этому солнцу и заводим свой первый в этом дне хоровод. Далее, после того, как мы проводим нашу настройку на лад каждого дня, начинается утренняя гимнастика. Далее мы, естественно, разделяемся, и у нас существует мужской круг и женский круг. И я хочу сразу сказать, все и мужчины, и женщины, что приезжают к нам, получат в этом году также интересные знания именно из области мужчины, получат знания из области вы, их искусств, как именно становиться настоящим мужчиной, как отвечать за свой род. И именно всё это будет, как становиться творцом своей жизни, кузнецом своего счастья. Поэтому будут занятия по боевым искусствам, занятия здраво, которые помогут укрепить этот стержень. Для женщин новые ремёсла, там будет набойка. Это такая ручная набойка. Они смогут с помощью ручной набойки творить какие-то свои красивые, не только украшения, не только платочки, но и на платьях. То есть я в этом очень мало разбираюсь, но вот наши женщины, они как раз будут погружать в мир ремёсел, в мир народных ремёсел. Также много будет рассказано в этом цикле о песнях, будут пения, посвящённые циклу круглогодичных праздников. Таким образом и мужское, и женское начало, род, родина будут у нас охвачены своим вниманием и будут очень гармонично развиваться именно в обретении вот этих новых знаний. Каждый день у нас будут лекции. Лекции будет вести Ольга Александровна русской культуры, Всероссийского созидательного движения, «Русский лад» и председатель наших всех вот таких проектов, когда мы куда-то выезжаем и рассказываем. Конкретно будет рассказано о русском космизме, о законах космоса, о психологии. И это, опять-таки, конкретный опыт на базе нашего старейшего эко-поселения. Мы живём в истоках Москвы более 30 лет. Олег Александрович Еремеев, руководитель этногруппы «Суроварк», будет рассказывать о народной традиции, проводить у нас обряды. Также выезжает полностью, в полном составе «Суроварк», будет Виталий Еремеев, который помимо ещё пения в «Суроварке», пригласит всех на Сварожий круг, который расположен в центре «Светочки». И там будут такие славления солнца, гармонизация, потому что наш большой друг и Валерий Владимирович, и наш Михаил Николаевич Задорнов, ему, кстати, скоро будет юбилей, он назвал вот этот Сварожий круг в нашем госславянском коллайдере. Вот оно, Сварожье кола, солнечный круг. Посмотрите, ну чем не древний коллайдер? Действительно, это уникальное место, которое связано не только с Ставрой, оно связано через Индию, с сакральными местами всей нашей Руси Великой, и там происходит гармонизация внутренней природы человека, наполнение его цветом. Председатель нашего военно-патриотического клуба «Отчизна» Алексей Глинков будет проводить как раз-таки занятия по фехтованию исторического оружия, по здравию. И сейчас он как раз находится в отъезде. Мы вчера выступали перед детишками. И мальчишкам тоже покажут, что значит держать в руках оружие. Это очень важно — воспитание парней настоящими мужами, а у мужей усиление именно качества рода, качества мужчины, ответственного за свою жизнь. У нас с вами также будут лекции Валерия Владимировича и Людмилы Анатольевны. Всего я сейчас не буду перечислять всю программу, потому что время идёт, и когда вы приедете в Светоч, она будет каждое утро ввешиваться. Вот мы проводили в том году первую мистерию Павлесовой книги. Она посвящалась птице-сва и называлась «Русь-треглава». И в ней участвовали все желающие. То есть это были все участники, все зрители, все слушатели нашего открытого Савянского университета. В этом году у нас также состоится народное действие, мистерия «Дождь Бога и жива». То есть будет у нас в этом году проведено мощное действие установки Чура «Дождь Бога». И все, кто приедут в наш университет, смогут стать участниками вот этой мощной народной мистерии, мощного народного действия. И мы, я так очень кратко скажу, что еще ожидают всех, конечно же, занятия по тому, как проводить праздники в кругу каждой семьи, как составить лад в своей жизни. И вот на все эти вопросы мы не просто ответим, а будут практически занятия. И в заключение хочу сказать, потому что мы еще коснемся наших тем в ответах на ваши вопросы. У нас вечером будут вечерки. У нас мы планируем, Валерий Владимирович, думаю, подтвердить музыкальный концерт «Котаба Юна» на озере нашему любимому. Да, да, мы ждем, ждем, Володя, с нетерпением. «Котаба Юна», который прекрасно свои импровизации исполнит. Проводится также во время университета свадьба. Свадьба, именно славянская свадьба. И мы вот потом поддерживаем с этими людьми активное отношение. И уже, надеемся, скоро их дети будут приезжать в детскую группу «Дубравушка». Ну вот я вот так постарался очень кратенько, минут на 40, в общем, рассказать, что у нас будет в этом году. Да, ну я бы еще, конечно, добавил про группу нашу «Дубравушка», про детскую группу. Как раз есть же вопрос о том, в каком возрасте дети могут приезжать, да и принимать участие вот в этой детской группе. У нас «Дубравушка» подразделяется на две детские группы, на младшую детскую группу, 6-9 лет. И вторая группа, которые живут отдельно в своих домиках, в домиках мальчиков и девочек, там группа от 10 и до 15-16 лет. Были ребята и постарше, но вот они живут в одной такой большой, нужной семье. Вот и с ними педагоги, это на самом деле для детей такое очень хорошее, доброе, благоприятное пространство, пространство «Дубравушки», в котором они именно получают знания об истории, традиции наших предков, погружаются также в родовую традицию. И это очень хорошо вказывается как на их здоровье, так и на их родительстве. Так, алло, алло, алло. У нас рядом идёт гроза, поэтому я иногда зависаю, вижу себя таким застывшим кадром. Действительно, «Дубравушки» — это очень замечательное наше действие. Вот как раз это ответ на вопрос Лунина, 1986, Луна. Вот я вот, конечно, не знаю, как вот, ну, чудно, вот здесь вот есть, нету имён, поэтому как обращаться к людям, даже не знаю, люди добрые. Наверное, всё-таки нужно в вопросах, может быть, писать всё-таки своё имя, чтобы мы, у всех же имена всё-таки есть, поэтому вы уж извините. Вы написали про детский лагерь, а с какого возраста можно к вам приезжать с детьми? Ну вот конкретный вопрос. Ну да, то есть у нас работают такие две группы, интересная тоже, очень увлекательная программа с погружением в нашу народную традицию. Это вот мы ответили по «Дубравушту». Следующий вопрос. Надин. Здравствуйте. Как быть, если муж считает, что славянская традиция — это секта, и все мои попытки поговорить, разумить, приводят к руганию. Подскажите, как мягко объяснить, что он не прав? Или в таком случае лучше развестись? Валерий Владимирович. Да, я отвечу. Я сначала отвечу, потом Володя добавит. Вообще, интересный, конечно, вопрос, ну и сама постановка вопроса. Что значит славянство? Славянская культура, то есть это вообще, ну непонятно, как можно называть это секты. Это все равно, что германская культура — это секта, еврейская культура — это секта, какая-то африканская культура — это тоже секта. То есть, ну вот немножко непонятно. Просто сейчас, ну я понимаю, почему такое мнение, да, сложилось в некоторых кругах. Просто бывает так, что некоторые люди, которые погружаются в славянскую культуру, начинают видеть только ее и не замечать ничего другого вокруг. Вот это, конечно, уже опасно. И тут нужно понимать, что если в семье возникают такие разногласия, то на самом деле нужно подумать, как я могу, если я узнал что-то о славянской культуре, то как я могу эти знания применить в гармонизации отношений в семье. Прежде всего. Вот. И если речь идет о разводе, уже такие мысли появились, ну, наверное, значит, наша участница, которая задала этот вопрос, наверное, не совсем понимает, что она изучает и для чего она изучает, для чего она погружается в нашу народную культуру и традицию. Вот я считаю, что самый лучший вариант — это те знания, которые ты получаешь, применить в своей жизни. Тогда это будет не просто информация, это будет конкретное знание. У нас есть даже семинар, посвященный, называется «Родолад», то есть как создавать лад в роду, родолад в роду и в семье, как гармонизировать отношения в семье и как прийти к безусловной любви. То есть отношения нужно строить не с позиции претензий друг к другу, а прежде всего в соотношении безусловной любви. То есть это фундамент, на котором строятся отношения. Сначала безусловная любовь, принятие друг друга, потом восхищение друг другом и благодарность, а потом уже можно дальше объяснить отношения. Поэтому о родоводе думать не надо, а надо знания воплощать в жизни. Большая благодарность, Валерий Владимирович. Я бы посоветовал этой женщине понять всю глубину именно семейной традиции, этих ценностей и потом приезжать к нам на университет, чтобы получать те знания, которые только усилив семью, её укрепят. У нас вообще на наши мероприятия в основном приезжают семьи, семьи с детьми, семьи с бабушками, дедушками, то есть целыми родами. И в своё время Лев Николаевич Гумилёв очень чётко указал, что такое антисистема. Антисистема называется та организация, которая разрывает семейные взаимосвязи между детьми, родителями, между мужем и женой, между предками и потомками. Система, именно как положительная система, она только усиливает род, укрепляет взаимоотношения в семье, укрепляет уважение детей к своим родителям, потому что по славянски родители наши деды и бабки — это наше воплощение богов на земле. То есть мы боготворим наших предков, как до сих пор это делают в нашей родной, любимой Альеварте. Вы где-то самые святые существа на этой планете. И наша традиция, она, естественно, коренится в мировоззрении укрепления рода. Поэтому я думаю, что здесь нужно только укреплять род. И вполне вероятно, это моё просто такое предположение, может, не на тех фестивалях, как вы были. То есть потому что, ну так скажем, что бывает такое, что человек начинает что-то внушать, что он какой-то особенный, у него какие-то запредельные возможности, он будет общаться с мирами. У нас ничего на фестивале такого нету. Мы хотим всех разочаровать. У нас всё очень просто. Нужно работать со своим сознанием, устраивать лад внутри себя, лад в своей семье, лад в своём народе, а на обидженных, что называется, воду возят. На эту тему тоже есть и доктор Сидельникова семинары, где можно подлечиться от своих обид. Мы ждём вас на нашем фестивале со своим мужем и будем вам очень рады. Вот очень следующий вопрос такой автобиографичный. Я понимаю, что это Юля, может быть, Улья, но в общем такой вопрос. Доброго времени. Расскажите, как Валерий Владимирович пришёл к славянской культуре? Это связано с вашим знакомством? Но я сразу кратко отвечу, что наше знакомство как раз таки связано, что мы вместе, одновременно и параллельно вначале пришли к славянской культуре. И мы уже, когда прошли какой-то определённый отрезок, этап в своей жизни, мы уже встретились и объединили усилия. Ну, я бы сказал так, что я никогда и не уходил от славянской культуры, потому что я русский человек, и поэтому я уже в нашей культуре славянской я уже родился, я в ней воспитывался. Вот это был период Советского Союза, но это тоже был период нашей русской культуры, славянской культуры. Я в ней пребываю. Я бы сказал по-другому, что наступил такой момент, когда я действительно очень глубоко прочувствовал, что я русский человек, что у меня есть мои корни, у меня есть предки. И работая с людьми, я обнаружил, что очень многие проблемы, в частности по здоровью, они как раз исходят из того, что люди обрывают свою связь со своим родом, со своими родителями, со своими предками. И как только они восстанавливают связь, ну элементарно, например, со своими родителями, когда они просят у них врачения, когда они благодарят и восстанавливают отношения, у них укрепляется здоровье, налаживается все свои жизни. В какой-то момент я понял, что поддержание родовой традиции, поддержание связи со своим родом развития отношений в роду, гармонизация отношений в роду, это очень важно. Так, судьба вывела постепенно вот меня, нашу семью, на знакомство с Володей, на знакомство с Колосветом, вот с Ольгой Александровной, мы познакомились, они к нам приехали, Светоч, мы подружились, и вот с тех пор в Светоче, они к нам Светоч приезжают, мы к ним приезжаем, колосвет, да, по полу, вот, и вместе поддерживаем, развиваем, пробуждаем людей, да, и развиваем нашу культуру. Поэтому я бы также вот присоединился, что мы рождены в этой культуре, и мы не разделяем вообще её былину, потому что у нас был и период Ведической Руси, у нас был период Имперской Руси, у нас был период Советской Руси, и был период, и есть ещё уж, я не знаю тонкости, Демократической Руси, но всё самое лучшее и Советского периода не отрицаем то, что было в этом периоде. Просто мы, ну, Колосветоч, вот у нас такое родилось совместное название, так вот получилось, что и у Валерия Владимировича это фермерское, в общем-то, хозяйство, и у нас крестьянское фермерское хозяйство. Ну, по-русски говоря, мы живём на земле, поэтому когда живёшь на земле, то она побуждает уже и славить её, и благодарить, и чему-то нам пришлось подучиться у носителей культуры, что-то мы черпаем из своей родовой памяти. Вот об этом, обо всём, с утра, как говорится, и до вечера мы будем с вами общаться в нашем открытом славянском университете. Так, следующий вопрос, следующий, очень хороший. Здравствуйте! Надеюсь, можно задавать любые вопросы. Кем вы? Отличаетесь от других славянских форумов? Какие у вас правила и ограничения? Где почитать отзывы? Ну, вот я сразу с конца начну ответом, что на канале сказок «Катабайюна» есть небольшой фильм о нашем открытом славянском университете, и там как раз очень чётко стоим мы все в кругу, и там идут отзывы людей, которые побывали в том году на нашем действии. У нас есть правила, конечно. У нас центр Светоча — это пространство здорового и трезвого образа жизни, поэтому нас на территории Светоча не курят и не укрепляют спирту, не сквернословят и голыми не ходят обнажёнными. Вот. Это вот такие небольшие правила. Ну, и мы живём, конечно, правило есть такое, что мы живём по солнцу. Молитвой мы славим солнышко, мы поём песни, мы настраиваемся на день, и мы также завершаем день с любовью, с благодарностью. То есть вот такие простые, очень простые и правила важные, необходимые именно для здоровья и для счастья. Маленькое пожелание наше в этом году — это пожелание. Если вы приедете и будете ходить в сарафане, мужчина будет ходить в наши народные рубахи, потому что таким образом мы возвращаемся к своим корням и начинаем уже не стесняться с песней своенародной и одежды своенародной. И это будет очень здорово, но никаких у нас ограничений на самом деле нет. То есть вы ходите в том, в чём вы желаете ходить. у нас такого никогда не бывало, чтобы люди пришли на обряд, на славление, на вечерку, в джинсах женщина. Исходит из своего понимания. Я ещё добавлю, что у нас же будет в этом году конкурс народного костюма с предами, с подарками. есть такая уникальная возможность показать себя, показать, может быть, своё творчество, порадовать всех. Вот, пожалуйста, готовьтесь заранее. Да, готовьтесь заранее. У нас всегда это мероприятие проводится на очень большом подъёме. Такая насыщенная программа открытого Славянского университета, вот такие насыщенные 10 дней, что мы за час нашего эфира даже не сможем вам всего рассказать. Лучше приезжайте и участвуйте и включайтесь. И чем мы отличаемся? Мы просто взяли на себя, я не буду говорить, чем мы отличаемся, я не буду проводить аналитику. То есть мы не пропагандируем ничего. Мы, как говорится, своим примером показываем, что в современном мире жить по заветам наших предков — это очень здорово, здорово, и это укрепляет общество наше, укрепляет род, укрепляет народ, укрепляет Русь. Поэтому мы очень тщательно относимся ко всем учебным программам, которые у нас идут. То есть, так скажем, или около научных вещей мы стараемся, не стараемся, мы эту нашу программу не включаем, потому что наш университет становится определённым таким маяком. Сейчас очень много информации. Мы стараемся прояснить для людей тот путь, который они сами выберут в своём возрождении, в своём укреплении своего рода. Поэтому мы ничего не навязываем, мы только показываем, так можно жить. Именно благость — это сила света, которую вы все прочувствуете, и люди приезжают к нам из года в год в наш Славянский университет. Следующий вопрос. Вот первая часть, я думаю, будет как раз к вам, Валерий Владимирович. Артём, всем здравия! Подскажите, как избавиться от страха? Есть какие-то рекомендации и практики? На эту тему я написал книгу «Жизнь без страха». Вот я рекомендую её почитать. рекомендую всем прочитать, потому что страхов на самом деле в жизни очень много, они самые разные. И чтобы избавиться от страхов, нужно понять природу страха, то есть откуда он берётся, для чего он вообще существует в нашей жизни и как его трансформировать в светлые прекрасные образы. Я могу лишь сказать, что очень важный такой момент, что когда мы начинаем транслировать агрессию в окружающий мир, то эта агрессия начинает нам возвращаться. А страх это защитная реакция, то есть мы начинаем, наша система защиты срабатывает на ту агрессию, которая к нам идёт. Но источник этой агрессии это мы сами. Что у людей, так как они отрывают себя от окружающего мира, у людей такое предприятие, что мир отдельно, я отдельно. но мы являемся едины с этим миром, с этим пространством. Соответственно, что я отдаю, то и получаю. Это вот так, если коротко. Но примеров того, как мы можем проявлять агрессию по отношению к окружающим это критика, это обиды, это злость, зависть, это жадность. Я уже говорю о явных формах насилия, которые мы проявляем. В книге там подробно это всё о кухне. Поэтому, пожалуйста, там есть прям конкретные методики, как трансформировать свои страхи. Очень эффективные, очень сильные и на самом деле очень простые. И как раз-таки занятия по усилению именно стержня ответственности в мужской части нашего Артёма помогут вам именно сформировать вот такое сформировать смелость именно в жизни. И следующий ещё есть вопрос Артёма. И ещё вопрос. Прославление богов и подношение даров в виде масла и зерна. Можно ли это делать на своих восьми сотках? Выбрать для этого определённое место и по праздникам подносить дары? Или это делается на капище и проводить требы должен человек специально подготовленный? желание именно вас славить ваш род. И конечно же на восьми сотках это можно делать. И мы об этом говорим. Можно там установить например камень какой-то свой родовой, а можно это делать у дерева, которое будет посвящено древу жизни, а можно это будет делать так, вот как вы почувствуете. И как раз на эту тему мы проводим занятия. как проводить славление предков, как проводить все основные солнечные праздники, кругу семьи. Ответы как раз в нашем открытом славянском университете. Он поэтому и называется открытый, потому что здесь открыто пространство для познания, и у нас никаких нет таинств, вот хотим разочаровать, если кто-то их ждёт. Всё очень просто в этом мире, лишь открывай глаза пошире. То есть сердце зорко пусть подскажет. Ну, я бы ещё добавил, Володя, восемь соток это вообще шикарно в своей однокомнатной квартире. Да. Для этого просто оборудовать место, да, святой угол или алтарь, вот, и проводить этот обряд. Кстати, во время славянского открытого славянского университета в этом году мужчины будут делать свой родовой чур под руководством опытного мастера, осветить его, установить, и, пожалуйста, можно делать подношения, можно славить свой род, родных богов, предков, Всевышнего в нашей вот исконной родовой традиции, культуре. А Ольга Александровна и наша Берегиня расскажут о коже, о полотенце, поэтому у вас будет возможность именно создания вот такого алтаря и в вашей даже комнате, не то, что в квартире, так что главное было бы желание, нам подарил, Вселенная подарила жизнь, нам родители подарили тело, нам учителя подарили мудрость, поэтому наше дело возвращать благодарность за то, что мы имеем. Вот такие вопросы, вот такие вопросы вот нам пришли. Надеюсь, что у меня… Мне ещё пришёл один вопрос. Очень хорошо. Вот, про Центр Светоч, да, когда мы его открыли, выбирали место, какая энергетика. Десять лет нашему Центру Светоч в 2008 году мы открыли это место, или оно открылось нам. Мы выбирали место очень долго под свой Центр, думали его, скажем, прямо непосредственно на берегу моря построить, но потом мы поняли, что нам необходимо место, такое погружение, самоисследование, самоизучение в работу над собой. И вот нам Вселенная открыла такое место недалеко от моря, в горах, на берегу реки, недалеко Святоисточник, водопад, такая долина, долина с особой энергетикой, и там, конечно, у нас очень часто происходят чудеса. Вот в прошлом году, когда мы ставили мистерию, на небе прям появилась птица сва, вот, облака сложились именно птицей, и появилась радуга вокруг солнца, двойная или тройная радуга. На 9 мая у нас тоже произошли такие чудеса, когда мы делали свой бессмертный полк, у нас люди стояли в центре круга с фотографиями своих дедушек, прадедушек, бабушек, прабабушек, вспоминали, их благодарили. Такой трогательный момент, конечно, очень драматичный, люди, многие плакали, слёзы сами просто текут, включили песню журавни, и под неё делали такую минуту молчания, и в это время, когда началась песня, над светочем появилась пара журавлей, и они кружились, кружились над светочем, пока звучала эта песня, и как только она закончилась, они на юг улетели, вот, то есть это, и люди вот смотрели вверх, они ничего не могли сказать, просто смотрели, все плакали, не было ни одного человека равнодушного, то есть они понимали, что это вот какое-то послание от наших предков, что мы их помним, а они нас помнят, это явление какое-то экстраординарное, то есть журавлей практически не встретишь, а это именно вот парочка журавлей, которые на небольшой высоте вот так вот кружились над нами, именно когда звучала песня, и потом, как только она завершилась, они улетели, но я не говорю про то, что постоянно прилетают два ворона таких огромных, вот, и всегда ждут, когда пройдёт обряд, в конце обряда они ждут то, что мы предкам приносим, они забирают и уносят к себе гнездо, птенцам, они прямо вот ждут уже этого момента, то есть, как только мы туда приходим, как только звучит или рок, или гон, всё, они тут, ждут, они ждут, иногда даже вот они недавно прилетали, сидели около вот три глава и не улетали, буквально в десяти метрах, сидели и ждали, но когда же, давайте, подносите нам дары, мы готовы их принять, природа реагирует чудесным образом на то, что мы делаем, если наши помыслы чисты, то и природа водоволит к нам, ну и конечно в прошлом году, когда мы устанавливали Перуна, была гроза, тут же вот как только мы устанавливали гроза, потом дождь, в конце, это тоже удивительно, то есть, когда природа то, что происходит, то, что мы делаем, в природе тут же отражается, то есть, это говорит о том, что действительно мы очень связаны с окружающим миром и являемся с ним единым, и у нас такая вот есть уникальная возможность хотя бы раз в год собираться вместе для того, чтобы творить прекрасное пространство, пространство любви, пространство лада, мира на нашей земле. Да, и фактически воплощать сказку в жизнь, это я как сказочный кот Баюн подтверждаю. Я всё думаю, Валерий Владимирович, у нас интересно, у нас тоже на обряд всегда два ворона прилетают. Интересно, это одни и те же вороны в Тавре и у нас. Они через порталы, может быть, общаются. Как мы объединились, у нас и погода, я смотрю, одинаковая стала. И вообще я имею в виду, мы объединились в рамках Открытого Славянского университета. И даже вот такое возникло понятие, как «Колос веточ». И приезжайте, обязательно к нам приезжайте, потому что наша такая мечта, чтобы это развивалось, чтобы после того, как мы все вместе с вами побываем в сказочном месте, и по всей Руси, да по всей планете Земля вот такие светлые точки включались в пространстве, соединялись, взаимодействовали, гармонизировали. И в итоге вся планета наша будет «светоч». Да, и каждого в душе будет «светоч». И каждый будет нести свет и своим близким, и всему окружающему миру. Так что действительно, наш открытый славянский университет, он как раз вводит в волшебный мир нашей традиции, которая простая, ясная, и дарует действительно нашим родам усиление и нашим родам укрепление. Приезжайте к нам на открытый славянский университет в августе. Вся информация есть в группе ВКонтакте. Да, вот «светоч» сейчас, по-моему, новая группа открылась официальная в ВКонтакте. новая группа, которая будет показывать, что там у нас будет происходить, будут выкладываться всегда свежие новости, поэтому не пропускайте, заходите, участвуйте, ставьте лайки, ставьте колокольчик, сердечки. Мы споем во благо всем. Боже наш Божь ярила, ярила, ярь, ярила, светлая сила, ярь, 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 роду крепляй, ярь, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Благородом ярила, ярила, яр-ярила, свет всем миром ярила, яр-ярила, яр-ярила. Замечательно! Спасибо, Володя. Благодарю. Валерий Владимирович, ну вот время нам, как это раньше говорилось, прощаться с телезрителями. Вот у меня вопрос. Мы как-то должны это запомнить. Какие кнопки мне нужно нажать сейчас? То есть он сам сохранит? Я, если честно, я тоже первый раз в прямом эфире, мне тоже нужно учиться со всеми этими техниками ладить. Ну мы это закончим, там какой-то крестик нажать, может быть что-то, или просто отключиться. Нам же надо ещё за самый лучший вопрос приз дать. Да. Ну вот... Мы будем в кулуарах, будем... Это книга «Возлюби болезнь свою» и три диска, аудиодиска, аудиокниги «Лад каждого дня». То есть, естественно, мы прямо в ближайшее время объявим победителя, кто победил у нас, кто получит наш приз. Обязательно. Ну на этом... Мы это в инстаграме, в инстаграме мы опубликуем, да? В инстаграме. Да, да. Всё, отлично. Отлично. Желаем всем доброго вечера, мира, лады, любви. Да, и до встречи. До встречи. Всех благ. Всех благ. Так, всё, будем пробовать отключаться. Так, будем пробовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры создавал DimaTorzok